Кисточку там не моем, не промакиваем, только берем жидкость для разжижения. А там только разбавитель, ничего? Только разбавитель, да. Взяла жидкость, взяла бибельца, взяла голубильца. Ты видишь, вся картиночка практически голубая. Смело, с чистой совестью, голубеньким цветом, пока неким приблизительным цветом. Можно плюс розовилку, просто избавиться от белого. Полностью, полностью. Вот так штриховательно, коробки настойчивый штрих. Вот такое примерно количество краски. Количество краски можешь регулировать вот этим инструментом. Если этому инструменту есть что придавить, хорошее количество краски. Если недостаточно, маловато. Плюс белило, плюс розовило, наверху добавишь чуть-чуть больше вот этого. Потом добавим и желтый. Желтый приходит после розового. Хорошо? А сюда березу не надо добавлять? Добавишь. Сначала кинь голубой. Хорошо? Давай. Ну вот вещества очень мало. Маловато? Нечем. Нечем заняться мастихинами. Пусто. Нет краски, чтобы погонять. Поэтому количество краски должно быть. Такое, чтобы было, что мотать. Хорошо? Смотри, как сразу. Как сразу. Давай. Могут быть вот такими. Вот прямо по холмику волны укладываем краску. По холмику волны. Это на эту сторону, на нашу сторону, да? А это от нашей стороны. Думаете, она поменьше, да? Мало того. Бежу синенького недоброго. Там уже закат. Темненького. Когда это будет добрано, тоже можно растереть. Создать эту мглистость туманную. Смотри, допустим. Волна. Вот она. Есть? Смотри, смотри. Плашмя, да. Плашмя. Ну-ка, давай лапку. А он мне как-то изогналит. Угу. Вот такая траектория движения. Раздавливающая. Раздавливающая. Вот такая. Следом эта. Смотри, как она хорошо укладывает. Вот. Класса, да? Ха-ха. Вот они. Вот они. Но темноты еще и здесь. Добрать. И здесь. Добрать. Чтоб потом мастихинам не утруждаться. Ну, кисти все-таки быстро набирают. Давай. Но темного не хватает. Значит, доберешь. Темноты. И вот этой темноты заложишь. Вещества не хватает. Гонять нечего. Значит, добавить вещества, чтобы мастихину было что гонять. Хорошо? Гонять, но не шпатлевать. А вот это превратить во мглу. Во мглу-мглу. Хорошо? Больше здесь не устраивать вот эти вот шпатлевки. Линия моря. Ниже, чем ты ее нарисовал. Вот она. Ниже середины. Все остальное это уже над водой. Треть, да? Ну, больше третий. Есть направленность этих облаков видных. Хорошо? Угу. Вот. Ну и еще мощнее темнота вот здесь. Прежде чем мы какие-то горы обозначим, мы сначала просто наберем темноту. я так боюсь ее класть, чтобы не перебить вот этот вот 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 ну ты не добрала еще и этот. У тебя здесь должно быть намного темнее. то есть цвет цвет красивый, но он не готов. Он еще не готов. Он еще недостаточно темный. Поэтому добрать и вещество добрать. вот вот какое состояние тональностей. То есть все это довольно темно. Ты согласна? Ну что это вот вот эта тональность. И уже эту тональность начнешь разрабатывать. посмотрю, вот я раздавил и раздавленная краска смотрится прозрачно в данном случае. Расштрихована мастихином. Здесь у нас другая кромка. И опять подъемы. Вот такие раздавленности. Намек на идею скалк, которые перекрыты облаками. Облакки тоже попридавить, создавая настроение вот этих движений. вот в ту сторону шторочкой. Вот, смотри, прямо гоняю сверху. И кромочка появляется. Причем вот эту кашицу краски, ты видишь, пока она меня никак не расстраивает. наоборот, она даже создает идею вспененного края. Чуть плюс желтота к березе. и начнем делать вот этот светичек. То есть кромочка тоненькая и поэтому просвечивает. Распределительным. Не обязательно круговым, можно штриховательным. Главное, чтобы распределительным. мера краски очень небольшая, да? То есть такая, которая давится и распределяется. А, вот и светили. Можно чуть-чуть с розовиночкой, чтобы отличалась в цвете здесь зеленца, а здесь селеневизна. селеневизна антицвет зеленому. Сразу появляется при даже близкой тональности появляется разница. Да? Да. Можно вот так подыграть и пальцем вот на тех участках. Прикольно? давай в таком ключе. Раздавливать краску не хочешь, ты ее мотаешь, мотаешь, она все суше, суше становится. Нет, ее надо либо настойчиво, либо не делать тогда это действие. Чем хорошо это действие? Оно дает нужное количество краски оставляет на холсте. то есть зачем так? Можно было бы и кистью? Показываю, что можно было бы и кистью. Кистью все это тоже можно делать вот по этой технологии, как делал, например, Газовский. Вот так. Смотри, наоборот. Все очень просто, мягко вот так растягивая. но чем хорош мастихин? Если им работать оперативно, не так, как ты, вот это безвольной рукой гоняешь сухомятку краски, не создавая вот помнишь, когда я здесь создавал? Естественно, краска не высохла, а стала и не хочет быть в том состоянии, в котором она моделируется. То есть все, это уже сухомятка. Значит, если ты мастихином не справишься, переходишь на кисть и действуешь вот таким образом, потому что это дает все-таки нужный глянец воды. Вспомогать будешь вот этим инструментом. вязкость, то есть стала краска и появилась вязкость. Она нам тоже нужна, потому что мы на эту вязкость будем укладывать тоненькие жилочки пены. Значит, еще раз, ты тем, что ты ненастойчива, не добиваясь какого-то внятного результата сухонького так, безвольно гоняла, гоняла эту краску, она превратилась в сухомятку. А здесь ты и вовсе действовала по вот этой схеме, которую никто не предлагал. Предложение было вот такого характера, вот такого. Поэтому краска успела стать, и ты не воспользовалась ее влажностью. Ну, не воспользоваться, ладно. Имею в виду, что если ты хочешь результата, то надо выполнить задачу, как она предписана. Вот эту сухонькую краску уже в первую очередь кистью. Тоже хорошо, красиво, но особенно хорош вот этот инструмент в том смысле, что он густоте краски дает глянец. Настоящий глянец. То есть она становится как зеркальная поверхность. А та сухомятка не является этим. Кисть не додает зеркальности, а мастихи им додает. Попробуй действительно здесь сделать вот то, что тебе не произошло. Вот здесь сделать то, что не произошло. Вот эти места можно тоже кистью мягко вот так пораздавливать, поразбивать. И вязкость краски дает сейчас деликатно это делать. То есть масло это одно сплошное общение с веществом. Не с рисунком даже, а общение с веществом. То есть грамотное использование, манипулирование веществом рождает что-то красивое, интересное. Вот сейчас краска стала вязкой и уже другие приемы интереснее, чем первые. но хоть хочется, чтобы ты ощупала все-таки и первый прием. Либо вот здесь, вот здесь, вот здесь распробуй вот это гоняние на горы. Хорошо? Помнишь, я проговорил мысль, что прежде чем появится желтый, должен появиться розовый. Ты не побоялась и желтый впихнула. Во-первых, неправильно, просто как-то накуролесило его туда, а во-вторых, без санкции да. значит, весь этот район несколько розовит. Ты согласна? Мало того, расштрихован. в нем нет слишком много содержания, которое ты нарисовал. Вот таким штришочком, обычным штришочком, мы уложим подкладку. То есть, это как бы цвет вот этой середины. он розовит. Сирийный вид. Ты видишь, такая плотность появилась. Можно чуть-чуть объединить это с низом. То есть, смягчить эту линию перехода. а уже потом ввести некоторую желтоватость. Но только некоторую. И также мягко. Лежачая кисть штриховательно уложит. Ты согласна, что это вкусненько, дымчато, как и прилично облакам? Облака штука дымчатая. Я делаю как бы перемол. Ты видишь, да? Да. перемол делаю одного цвета на другой. Причем лишнюю краску можно присобрать потому что перемол был присобрать тряпку. Видишь, я собираю ее с холста. там 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 есть красивый голубой кусочек неба. Если у нас там есть небесная голубая, я тебе потом дам, подложим еще и его. облаку. Ну, да, высветлить можешь еще. Пока не станет. То есть, это не желтый противный едкий, который там появился, да? и не розовый какой-то противный едкий, а все очень тихонько. Что касается этих облаков, то сначала ты тоже сделаешь мягкую растяжку вот такого содержания. А потом можно мастихин, можно. Ну, вот сейчас там очень сухо, очень терпко. То есть, перемолоть. Перемолоть. А потом перемолотое. можно вот так загнать облака. То есть, положить и подраздавить. Ну, в данном случае я слишком розово. Вот такое положишь и вытирая в тряпку раздавишь. После каждого прикосновения вытирая в тряпку. У тебя появятся вот такие лоскутки облаков. Причем лоскутки будут появляться самостоятельные какие-то. То есть, не обязательно срисовывать все те лоскутки. Ну, это просто ни к чему. Вот. И здесь тоже тем, что они будут более густой краской набраны, они сразу появятся как нечто наложенное на то, что там. То есть, это и будет как раз в пространстве вполне не прилично. То есть, вот такие следочки. Но вначале перемолоть. Хорошо? Перемолоть пистью, сделать вот такое, вот такого рода растяжки. в дальнейшем в дальнейшем можно и вот это тоже. Когда ты их уложишь уже и скажешь о, хорошенький цвет. Придавишь и расштрихуешь. И будет очень благородная территория. Хорошо? Давай так. Вот такое что-то. Вот такое. По всей тене, да? Да, смотри, там имена тенения. То есть, это пена в тени. Она темнее, чем, несмотря на то, что она белая по своему звучанию. Это постоянный трюк, пенный трюк. И вот эти вот решеточки. Смотри. Они там как-то белые. Они то темные, то темные на светлом, то светлые на темном. И вот эту решеточку деликатненько попытайся создать. Решетка это тяжелая штука. С непривычки поддаваться не захочет. Ну, вот так потихонечку вырисовывай. Подожди. Вот мы сейчас с этим. Давай не разбегать сознание. Ну, небо худо-бедно выглядит, дымчато-небесно. Вот. Но у нас есть и другие задачи, поэтому давай сюда тоже придем. Освещённые части. Можешь прямо чистые белила взять. Они там подмешаются с чем-нибудь. Можешь с лёгкими розовостями и даже с оранжевостями. Но в пользу розовостей. И густо. мастихином я делаю. В данном случае мастихину сейчас невыгодно. Не-не-не. Просто в этой картиночке лучше работать не мастихином. Тем более мастихином мы попробовали. И даже у нас сопельки эти красивенькие пооставались, которые тоже хорошими опорными пунктами. Подожди, а зачем? Вот хорошая шупашка. А куда тоньше? Они достаточно тоненькие. Они достаточно тоненькие. Потом и эти свистулечки тоненькие подложишь. Не, она достаточно тонкая и даёт вполне тонкую линию. Ещё у этих пеночек есть такое свойство. Они то собираются в какое-то широкое, то гузенькое, то вот такая вытянутая линейка. Но они устремлены все вот в этом направлении. И вот эту решёточку вот лежачей кистью как бы вытягивая линейку как бы вытягивая. Хорошо? Попробуем. Зигзаг этой линии. Видишь, сразу структура появляется и становится понятно, что здесь почём. То есть на глянце воды лежит густоватенькая борозда пены. Траектория этих штук совпадает с этими холмами. То есть это не вот такая линия непонятно куда движущаяся. Это в первую очередь вот такая линия движущаяся по холмами. Понимаешь? Это не ты делала лежачей кистью? Да. Вот смотри, у меня лежачей кистью почему-то очень тоненький зигзаг формируется. Как появляются вот эти черви? Похоже, что вот так. Перпендикулярно кисть лежала к холсту. Поэтому, чтобы червей не было, обязательно лежачий характер. Посмотри, вот я еле касаюсь, я сбрасываю краску с кисти, сбрасываю. А как теперь это исправить? Так оставить? Нет. вернуть то, что там было и совершить что-то другое. Зеленый цвет у пены откуда появился? Пена вот откуда здесь зеленый появился? Вот сюда. А почему? Я же проговорил. Ну, видно, пока туда смотрел. Я проговорил, что пена сиреневит. вода зеленит, а пена будучи белой и в данном случае в тени сиреневит. Поняла юмор? Давай. Вот я бы на тое месте сел. Вот смотри, как я еще раз держал кисть. Нет, не так держал. Но уже лучше. Вот так. Вот так пальцем не задевает? Ну, не задевает. Взяла коричневый. Розовый голубой. будет уместнее. Чуть-чуть плюс коричневый. Будет совсем уместно. Ты видишь? Да. Интересно. Прямо врывался из контекста. от него падает падает тень. Ты видишь, он палец прекрасно в волны подрисовал. То есть он получается, он темный. Он темный, но только не коричневый. когда ты создала мираж, тогда в этот мираж ты вписываешь содержание. То есть не рисуем веточки на пустом пространстве. Я сначала создала вот такой мираж. А теперь снабжаешь его содержанием. Кладешь, протягиваешь. или наоборот кладешь, вытягиваешь. Тягиваешь. Вытягиваешь. Вытягиваешь. Пальцем где-то облокотилось. Потом это место, где ты облокотилась пальцем, немножко пальцем же и успокоишь. Но облокотившись, ты имеешь возможность маневрировать. вот эти какие-то настроения и от них тоже какие-то. Тоненькости вот такого характера. кладешь кисть, а потом протягиваешь. Кладешь, а потом протягиваешь. Вот такая она и должна быть. Совсем не обязательно, чтобы она была очень видна. Кладешь, протягиваешь, протягиваешь, кладешь, протягиваешь, кладешь, протягиваешь. плюс небольшие какие-то а вот здесь еще одна вероятно в нашу сторону плывет и у него свет на на некоторых дубиночках уже виден свет тоненькие линейки еще додавать вот таким образом здесь они освещены поэтому вот такой царапочкой можно подать еще и светлых подать еще и светлых например то есть она не параллельно ну как ты правильно и заметил что делать с этими двумя параллельными она не параллельно на другой уклон даже когда ты положила эти пеночки можно где-то обобщить именно чуть-чуть обустроить эту светлую площадку освещенную площадку и здесь обустроить и даже вот так ну и опять чуть-чуть дать полосочек щетиной то есть если здесь мы пользовались колоночком практически то есть она хоть и не колонок но имитирует колонок синтетика имитирующая более рыхло щетинкой создать вот эти данные вот такие настроения значит кораблик можешь стереть попробовать сама вот эти настроения подсунуть вот эти настроения подсунуть прямо взбудораживая 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 смотри вот где-то вращая кистью взбудораживая до пенного состояния плюс светлости лежачая кисть вот они вот они наши пеночки она вот они пеночки то есть глянец взбудораживая да звучит вот кисточка растопырилась я аж против шерсти взял краску вот она такая растопыренная и дает практически нужны здесь получается вот этот передний план на ней более ярко белый цвет ну здесь вот эти вот решеточки которые ты колоночком будешь укладывать жестче сделать ну как я поставил несколько жестких это ж твой звук хороший звук молочага единственное что вот здесь маленькая между ними то есть это как бы волна из двух частей поэтому между ними создать идейку уже вот этого вот этой траектории логично не менее немножко уже подраза подразобралась бывает на намного хуже ситуации у тебя хорошая ситуация есть сверху после 40 после 40 все мы походили в шкуру и нарисовали тоже снимали нет но у нас у всех четверки я не могла ничего нарисовать то есть мы признали не будем нет у нас не признала но у нас все будут нет я считаю что за зарисование детям ни в коем случае нельзя ставить оценки ниже пятерки не только субъективно а зачем это что крайняя необходимость чтобы человек умел изображать если он это делает с удовольствием то пусть хоть и не умеет но но делает это нет нет же необходимости чтобы человек обязательно умел изображать пусть он просто с удовольствием калякает уже будет замечательно ну да если вы будете писать что-то какую-то тему многократно у вас появятся заученности это как со стихотворением можно его просто познакомиться с содержанием а можно выучить и пока ты его не выучил ты его обязательно вскоре совсем забудешь я буквально укладываю красочку сейчас мастихин уже здесь для него слишком вязко то есть опять же используем возможности и вязкости и скользкости всего то есть стало вязко один прием стало пока скользко другой прием вон смотри какие-то там я придумала сделать все фотки от умений сделаю серию от умений да я питерцы